Мы продолжаем с помощью Всевышнего переводы и отрывки из Вилинского Гаона к недельной главе. Урок посвящается И мы сегодня с вами поговорим, приведем несколько слов Вилинского Гаона, в основном из двух комментариев к Диври Аямим и разные там Ликутин похожие, по отношению к концу главы Ваишлах. Вы знаете, что конец главы Ваишлах, конечно, занят разными генеалогиями, разными родословными. И там описаны и родословные Эйсава, и также родословные некого Сиира. Сиира – это был какой-то канонеец из одного из кланов канонеев, Хори, какая-то группа, которая жила, видимо, в том месте, где позже поселились потомки Эйсава. Сегодня считается, что это где-то на территории современной Иордании, государства Иордания. То есть это юго-восток от Мертвого моря, рядом с современным Израилем. Ведь Иордан впадает в Мертвое море, а ниже Мертвого моря уже нет у Иордана. Но это получается, если бы Иордан продолжался бы ниже, то это было бы примерно с правой стороны, где-то так. То есть это район Мертвого моря, но восточнее, чем Святая Земля. Вот эта земля и дома. У нас много было историй с Эдумьянами в течение истории во время Давида. Мы наши, Игуда, Иудеи, Израиль контролировали Эдумею. Позже, потом они взбунтовались. И были времена, когда они были с нашими врагами. Например, во время разрушения первого храма. И пророки их проклинали, соответственно. А во время, например, одного из царей из Хашманаев, он завоевал снова Иудею, Эдумею. И они там обрезались тогда, или их заставили, похоже, обрезаться. Хазари считали, что их как слуги здесь, статус был как слуги. И, во всяком случае, у нас много было общего, и много история нашей переплеталась с ними. И Тора, разумеется, уже подсказывает это насчет Леом и Леом Ямец в начале главы Толдот. Два сына Ривки, которые пошли совсем разными путями. Так вот, здесь Тора считает очень важным, видимо, описать разные генеалогии, родословные, значит, детей Исава, а заодно и детей Сеира, вот этого, из хорейцев. Потому что они там породнились с Исавом, и часть из жен Исава и его сына Пелегеш, да, вот Тимна, вот это и так далее, они происходили оттуда, из вот этого Сеира. Поэтому заодно упоминается поколение Сеира. Есть документаторы, которые говорят, что это чтобы знать, где Исава, где Сеир, чтобы знать, какая именно земля, которая у нас, или какие именно, значит, потомки, к которым у нас относятся запрет. Не, мы же когда вышли из Египта, Тора сказала, когда мы проходили мимо Эдома, не трогать их, и вот, соответственно, нужно знать тогда, где именно Эдом, какие именно люди из Дома происходят, а какие происходят из Сеира. В этом случае Тора здесь заодно поместила потомство Сеира. И я здесь несколько интересных вещей хочу сказать от имени Вильнинского Гаона. Они все связаны с разными кушерет, какими-то сложностями в этих родословных. Значит, первая интересная идея, которую я уже приводил на многих моих уроках в разных местах, а именно, что бывает, что одно слово значит и конец одного предложения, и начало другого, хотя написано оно один раз. И это то, что пишет Вильнинский Гаон тоже в Диври Аямим к 36-му стиху. Это все в первой главе Диври Аямим. Первая глава, первая часть Диври Аямим. Значит, 36-й стих, там говорится... Значит, мы видим отсюда, что Темна – это один из сыновей Элифаза, то есть сына Эйсава. У Эйсава был сын Элифаза, и у Элифаза был сын Темна. Но мы также знаем, что в Торе написано «Темна гайта пилэгеш» для Элифаз бен Эйсав, что Темна – это женщина, которая стала Пилэгеш наложницей, да, вот эта Темна из потомков Сиира как раз, была наложницей Элифаза. Так кто она была? Кто Темна? Сын Элифаза или наложница Элифаза? Хочу сказать, что когда слово «Ветемна» написано, это идет и на этот стих, и на предыдущий. То есть в предыдущем описаны дети Эйсава, и один из них – это Темна. Не Элифаза, Элифаза, дети. И один из них – это Темна. А также «Ветемна», другая Темна, женщина, была пилэгеш, наложницей Элифаза. Потому что стих второй говорит так. Это уже начало следующего стиха, но мы читаем это слово и там, и там. И также «Ветемна» гайта Пилэгеш. Лефаз Бен Исав. Поэтому, и позже он говорит, что этого Сына Темна, Тора называют Божий Корах. Алуф Корах, да, глава Корах, который упоминается чуть позже дальше в нашей главе 36 главе, 16 стих, это все 36 глава книги Брешит А вторая интересная вещь, которую здесь пишет он Что все эти вот Бнэйсиир, это все из Дебряяма, опять же, к следующему стиху 38 Предыдущий был с 36 стиха, да, значит, все это, говорит, упоминание Бнэйсиир, потомков Сеира Это все, говорит, места определенные И всех их дети Исаава уничтожили и вместо них там жили И поэтому вот Тора говорит потом, что именно эту землю, где Исаав живет, нельзя трогать Вот это одно из объяснений, получается, почему вообще здесь Бнэйсиир описаны Теперь, вот следующее очень интересно Тут описываются дети вот этого Сеира И вроде два сына, очень похожие их имена Пятый и седьмой У него всего семь было сыновей Первый Дишон написан через Вав, второй написан через Камац И выглядит, да, что в этом разница между их именами Один это Дишон, а другой это Дишан через Камац Но позже, когда Тора немножко ниже описывает каждого из них в отдельности, кто у него родился Потом Тора прописывает про каждого из этих сыновей, какие у него были дети Это все вот из этого Сеира, Хорейца Так вот, описывается и там, и там слово Дишан Через Камац Да, то есть в 26-м стихе говорится Элебне Дишан И в 28-м стихе говорится Элебне Дишан Да, и про пятого, и про седьмого сына Сеира Говорится, когда описываются их уже дети Да, внуки Сеира Описывается, и там, и там Дишан Вот Так виленский Гаун считает Есть похожие тут разные немножко гирсы И немножко по-разному Но, в общем, сводится это все одинаково И здесь, и в его комментариях к Дибри Аямим И в его комментариях есть такой Коли Ли Яхва называется Это ликуд, кажется, учениками написанный По недельным главам Еще есть источник, наверное То есть это несколько разных источников Как часто бывает От имени Виленского Гаона Все они приводят следующую идею Кстати, и Рамбан, похоже, так считал Радак Что, может быть, не совсем так же они объясняли Но, в общем, что Дишон и Дишан здесь И так, и так можно их было называть А именно, он считает, что, в принципе, два сына Сеира Их обоих звали одинаково Да Просто Ши Та Виленского Гаона Что обычно, когда это ровно посередине предложения Или, тем более, ровно в конце предложения То меняется Гласное на КамАЦ То есть Дишон становится Дишан Мы знаем, что это верно Насчет гласный Сеголь обычно И также, значит, гласный Патах МАИМ, МАИМ Да, что МАИМ, если написано через Патах Это в разных местах предложения Если это как бы соединяется с другими словами Но если это более-менее пауза То есть середина предложения от НАХТА Или конец предложения То читается через КАМАЦ МАИМ И также Например, когда Э Например, ГЕШЕМ, ГАШЕМ ЭРЕЦ, АРЕЦ Правда, ХАРЕЦ Всегда, когда ХЕЙ Тогда А читается Нет такого ХАРЕЦ Но если без ХЕЙ То бывает ЭРЕЦ, бывает АРЕЦ Так вот, ЭРЕЦ Это обычно, когда Опять же, это соединено с другими частями предложения А АРЕЦ Это когда прямо посередине Или ровно в конце предложения То есть там, где пауза Вот Так он считает, похоже, что и с ХХОЛОМом Тоже такое происходит То есть ДИШОН через ХОЛОМ Превращается в ДИШАН Через КАМАЦ Когда это ровно середина предложения Или конец предложения Поэтому, когда Описывается ЭЛЕБНЕ ДИШАН И в 26 стихе, и в 28 И там и там написан КАМАЦ Потому что там ЭТНАХТ Там середина предложения Правда, в 28 стихе У нас нет НАХТА Но все равно это середина предложения Вот А с другой стороны В ДИВРИАЯМИМ Там как раз наоборот Там и там и там написан ДИШОН Потому что и там и там Это не середина предложения И не конец предложения Но есть, правда, еще один ДИШОН Понимаете, это очень интересно Получается, Погра и другим комментаторам Было два сына ДИШОН У СИИРА Но есть еще один ДИШОН Внук СИИРА И тот ДИШОН Всегда пишется через О Через ХОЛОМ Может быть, чтобы его отличить от остальных Или у него было немножко другое имя Но вот тот ДИШОН, который Оба ДИШОНа, которые сыновья СИИРА Пятый и седьмой Они оба, согласно Винницкому Гаону Имели фактически одинаковые имена Можно, конечно, спросить вопрос Как же человек называет двух своих сыновей одинаково? Кому такое в голову придет? Что он с ума сошел, что ли? Как он потом их отличать будет? Но, похоже, в древние времена В этом не было никакой Акпады И это случалось Во-первых, мы говорим про неевреев каких-то Про жителей СИИР Кто знает, какие у них были обычаи? У нас, например, сына обычно не называют как отца А у неевреев это запросто происходит Их обычно, чтобы отличать Называют старшим и младшим Может быть, то же самое было и у СИИРА Обычай называть старшим и младшего сына С одинаковыми именами Между прочим, в главе Ваишев, кажется, или Ваигаш Там, где описываются сыновья Дана Там говорится, что сыновья Дана Хушим Так уже было предложение, что, может быть, было у него два сына Хош и Хош И во множественном числе они сыновья Хушим Что оба звали Хушим Что это множественное число от слова Хош И раб Яков Каменецкий в Эммет Лиакоп обсуждает эту теорию Хотя она в результате отвергнута Но, в любом случае, идея такая есть И, может быть, даже есть такая идея среди Хазаль Что у одного из мудрецов было, может быть, два сына с одинаковыми именами Он их называл старшие и младшие тоже В таком случае, отличить можно как-то Если даже имена одинаковые Например, с помощью того, что делают неевреи сегодня Отличают, говорят, младшие и старшие Я не знаю, если сегодня у неевреев два сына с одинаковыми именами Но отец и сын с одинаковыми именами постоянно происходит Бывают даже три поколения Они тогда уже третьего называют третьей Первого называют старший, второго называют младший Потом, если еще одно поколение, опять так же назвали сына, уже внука Тогда говорят, это третий Волтер, Стоун, Синья Волтер Стоун, Джунья Волтер Стоун, третий Я не знаю, бывает ли у них четвертый Но теоретически это возможно Потом, опять же, описаны здесь еще цари Эдома Которые правили до того, как правил царь евреев Во-первых, царь евреев, по-моему, имеется в виду Моше Первый царь евреев Потому что иначе непонятно, что Тор пишет на будущее Те, которые будут потом править и как их будут звать Это немножко странно Конечно, Тор может знать пророчески все Но зачем это Моше сообщать Тем более, что это описывается в прошлом в Торе Когда Моше это говорил еврейскому народу Вот цари, которые правили до первого еврейского царя Поэтому больше выглядит, что это еврейский царь Это Моше Так объясняют большинство комментаторов Так вот Эти цари У них, последний из них Его зовут Хадар И, кстати, в Дивер-Аяме Его называют книга Хадад Через Далет Но это нередко Есть разница между Рейшей и Далет Почему-то Мы знаем, что в современном иврите тоже И в том, как писали Хазали О шурицком скрипте Как пишут у нас цифер Тора сегодня Далет и Рейш похожи И факт, что Во время В библейском Да, Рейш были так уж похожи Но, во всяком случае Далет и Рейш Они часто вот меняются Есть очень много случаев, когда Слово, имя особенно человека Или местность Как-то написано Через Далет в одном месте Через Рейш в другом Так вот этот Хадар Последний Восьмой царь Не написано вообще Что он умер Про каждого из царей написано Умер такой-то И право после него Такой-то А про последнего Так не написано Так вот Вильянский Гаон И многие другие Комментарторы Считают, что это причина в том Что Он как раз был жив Еще во время Моше Поэтому в Дюри Аяме Уже написано и про Хадара Или Хадада Как его называют Дюри Аяме Что он умер Но во время Моше Он еще не умер И это может быть Объясняет также Почему Моше больше Описал про этого Хадара Чем про других царей Написано его имя жены И чья она дочь И его город Все детали Потому что это был живой Известный человек В те времена Это все согласно Простому смыслу Но сам же Вильянский Гаон В других местах Приводит от имени Зохара Самых мистических частей Зохара Идра Раба Идра Зута Вот В своих комментариях К Сифердес Ньютера Гра Это объясняет тоже Что есть тут подсказка Насчет этих восьми царей Что они связаны С разными там Духовными элементами В начале творения мира Что это подсказывает То, как все еще не творил мир И свет, который спускался Разбивал каждого Из этих царей Так сказать Первый там Супротив Дат Допустим Второй Угра Второй сопротив Гуры Третий сопротив Хесет У Рамхали наоборот Я сейчас не буду вдаваться в детали В основном случае Все эти имена И названия Это все подсказки На глубокие секреты Торы А вот последний царь Где уже было Все сбалансировано У него есть жена И он уже не умирает Как бы, да Это все подсказки Согласно Зохару И Кабале На глубокие очень секреты Торы И, наконец, последнее Здесь еще Описаны какие-то Элуфей Сав В конце Нашей главы Вроде до этого были Какие-то Элуфей Сав Написаны Теперь снова Элуфей Сав Какая разница Некоторые комментаторы Считают, что Разница в том, что В конце главы Описаны уже Не главы Сав То есть его сыновья И внуки Которые стали Какими-то Атаманами Какими-то Главами Да Главами семьи А это уже Племена Как бы Клана Исав Да Алуф еще значит Клан Очень много Есть мест Танахи Где Алуф Значит клан Поэтому это уже Во время Моши Написано Предыдущая Описана тоже Наверное Моши Вся тоже написана Наверное Моши Но я имею ввиду Что предыдущая Описывает Моши То, что было уже Во время Исава Его детей и внуков А дальше Можно описать То, что было Во время Через много Поколений Во время Когда уже Евреи выходили Из Египта Были Следующие К тому времени Алуфей Исав То есть Следующие Кланы Исава Существовали И там уже Многие из имен До этого Не были упомянуты Заметьте Что Алуф Магдиэль Например Большинство там имен Это не имена Которые были упомянуты Среди Алуфей Исав До этого Среди Сыновей Внуков Исава Это уже были племена Которые образовались Постепенно Некоторые были По имени Названы Сына или внука Исава Но не все Некоторые образовались Позже И это были кланы И дома Во время Когда евреи Выходили из Египта Очень хорошее Объяснение Возможно Даже Раши Это имел ввиду Он очень коротко И сказать Это ли он имел ввиду У комментаторов Краши И суперкомментаторов Из-за диспут Что имел ввиду Раши В конце нашей главы Во всяком случае Бехор Шор Похоже к этому Склоняется Тоже мнению Шадаль Это мнение Продвигает Робер Ари Каплан В своих переводах Тоже считает Что это Главное объяснение Последних Алуфей Самых упомянутых В нашей главе Здесь граф Правда Ничего на этот счет Не пишет Но Пишет он В Ликуте В Ликуте Тора Приводит Что Алуфейрам Один из них Ирам Что Говорит Что Это Слово Такие же буквы Имеет Как Меир То есть Он хочет сказать Что когда В благословениях Белама Он благословляет Помните Еврейский народ И говорит Что Ва Ере Ме Яков Ва Хавит Сирид Ме Ир Что Яков Выйдет И Уничтожит Кого-то Остатки Выживших Из Ир Казалось бы Из города Ме Ир Так Обычно Комментаторы Переводят Но Похоже Хочется Сказать Что это Подсказка На вот это Племя Перестановкой Букв Одни и те же Слова Разными Перестановками Букв Образуют Просто Разные названия Того же самого Например Тоже Сын Дана Да Опять же Хушим Его Иногда называют Шухам Наоборот Не Хушим А Шухам В другом месте В Торе Вот Поэтому Может быть Хочешь сказать Гра Если я правильно Его понял Что Миир Здесь Это подсказка На Ирам То есть Вот это Вот Королевство Ирам Один из Один из Кланов Айсава Это Было То Насчет чего Скажет Позже Билам Что Потомки Евреев Будут Воевать С ними И уничтожат Вот этих Остатки Миир Я не уверен Что я правильно Понял слова Гра Но так Мне кажется Он хочет сказать И на этом Заканчивается Данный урок И Уничтожат И Уничтожат